Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о трубе зеркально-линзового телескопа Шмидта Кассегрена Celestron C5 XLT. Производитель рекомендует её как компактный, но мощный инструмент, для разнообразных астрономических и наземных наблюдений, а также для использования в качестве длиннофокусного телеобъектива. Труба телескопа ориентирована на мобильное наблюдение, поставляется без монтировки, зато имеет отличный черный кейс. Он мягкий, приятный на ощупь, имеет застежку-молнию, ручку для переноски и широкий наплечный ремень на металлических карабинах. Внутри кейс заполнен вспененным полистиролом с вырезами-ложементами под трубу и аксессуары. Вы можете не сомневаться в их сохранности при транспортировке или хранении. Труба достаточно компактна, вес 2,5 кг, длина 33 см, диаметр корпуса 15 см. Это самая маленькая версия из серийно выпускаемых телескопов Шмидта-Кассегрена. И одновременно это самая апертуристая из серийных подзорных труб. В передней части трубы установлен знаменитый корректор Шмидта, тонкая асферичная пластина, которая исправляет аберрации главного зеркала. Для уменьшения света потерь она имеет фирменное просветление Starbrite XLT. В центре пластины корректора закреплен блок вторичного зеркала. Само зеркало находится внутри трубы, а снаружи расположен механизм его юстировки с тремя винтами. Здесь же наклеен ярлычок с серийным номером трубы. Главное сферическое зеркало диаметром 127 мм установлено в глубине закрытой трубы, так что пыль и роса ему не страшны и мыть его вам не придется. Для установки оптических принадлежностей в торце нижней части трубы по центру имеется наружная резьба 2 дюйма, стандартная для такого типа телескопов. На нее крепится комплектный Visual Back, рассчитанный на аксессуары 1,25 дюйма. Концевик Visual Back также имеет наружную резьбу, но к сожалению это не Т-резьба и для установки фотокамер придется дополнительно приобретать не только Т-кольцо, но и Т-адаптер. Для использования с Visual Back поставляется неплохая призма прямого изображения с изломом оптической оси на 45 градусов. Призма прекрасно подойдет для наземных наблюдений и будет вполне приемлема для астрономических. В комплекте трубы Вы получаете лишь один, но достаточно хороший окуляр Плесл 25 мм с полем 52 градуса. У него хромированная юбка с проточкой, черненый металлический корпус, крупные линзы с зеленоватым просветлением и мягкий наглазник. Фокусировка изображения производится подвижкой главного зеркала. Ручка фокусировки находится в нижнем торце трубы. Диапазон фокусировки большой, ход легкий и плавный. На заднем фланце трубы в стойке с двумя кольцами устанавливается оптический искатель. Он шестикратный, с прямым изображением и отличной картинкой. Корпус искателя и стойка крепления алюминиевые. Винты подвижек пластиковые. Для крепления к монтировке на трубе имеется планка «Ласточкин хвост» стандарта «Виксен». Она прикреплена к переднему и заднему фланцам двумя парами болтов под шестигранник. В ней также имеется два отверстия с фоторезьбой 1,4 дюйма. На что же можно устанавливать эту трубу? На наш взгляд, наиболее удачным выбором будет легкая и мобильная монтировка Vixen Porto 2. Хотя подойдет и любая другая монтировка или даже фотоштатив с нагрузкой более 4 килограммов. Наземные наблюдения с комплектными диагональю и окуляром 25 мм на увеличение 50 крат нам понравились. Картинка яркая, контрастная, искажений и хроматизма нет. С некомплектным окуляром 15 мм земные объекты выглядят весьма привлекательно. Изображение лучше, чем с линзовыми подзорными трубами. С дополнительным окуляром 7 мм на увеличение в 178 крат замечен небольшой хроматизм вносимой призмой, но при хорошем освещении вполне можно наблюдать. Для астрономических наблюдений мы заменили призму на диагональное зеркало и в комплектный окуляр 25 мм с удовольствием любовались шаровым скоплением М13 в созвездии Геркулеса. В тот же окуляр 25 мм мы без труда нашли крупную и достаточно яркую планетарную туманность Гантель в небольшом созвездии Лисички. Для наблюдения Луны мы применили дополнительный окуляр 15 мм. На увеличении 83 крата поверхность нашего спутника изобилует многочисленными подробностями. На Юпитере в некомплектный окуляр 7 мм увеличение 178 крат удалось рассмотреть многочисленные детали на диске планеты, тень от спутника и сами спутники. Приведем коллаж из фотографии через трубу Celestron C5. Фото Луны получено сложением 60 фотокадров, сделанных в прямом фокусе. Фото планет сложением видеороликов, снятых с использованием линзы Барлоу. Что же, труба нам очень понравилась. Хорошая комплектация, в том числе и удачный кейс. Небольшие размеры и мощная оптика с отличной картинкой без сомнения достойны самой положительной оценки. Существенных недостатков мы не обнаружили. Огорчило лишь отсутствие в комплекте адаптера для установки фотоаппарата. Придется его докупить. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Труба телескопа Celestron C5 XLT прекрасно подойдет как опытным любителям в качестве мобильного инструмента, так и серьезным новичкам для наблюдений любых объектов. Рекомендуем дополнить комплект диагональным зеркалом, окулярами 7 мм и 15 мм или близкими к ним. Отличным дополнением будет и зум окуляр 8-24 мм. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!